Я нажал на кнопку, жду очередного соперника, это у нас Пчелкин, это товарищ Пчелкин. Так, ну давайте сделаю какой-то крепкий плотный ход. Так, ну у нас как-то получилось неожиданно французская защита, вариант Виновера. Давайте посмотрим, как тут будет развиваться событие. Ну пока все по теории, да? Ну основной ход А3, есть ход слон Д2, и много-много еще чего. Ферзи 4 есть такой выпад. Ну хорошо, я просто вывожу пока ферзовый фланг и жду развития событий. Ферзи 4, ну пешку на Ж7 не зеваю. Когда-то я здесь был приверженцем хода короля Фосим, но как-то, знаете, один очень сильный шахматист, Гарри Кимович Каспаров, меня отучил от этого хода. Ну вот он умеет это. Он и умел, и умеет отучать. Так, слон Д7. Ну знаете, наверное, так сыграю, от ГХ подальше, чтобы никаких вскрытий здесь не последовало. Ну и будем там дальше как-то передвигаться. Вот сыграю здесь А6, чтобы конь Ж5 не было сыграно. Ну и будем дальше потихонечку думать. Правда вот 3-0 сыграть непросто, я вижу. Здесь придется, наверное, ладья А7 сыграть, чтобы эту пешку защитить. А потом 3-0. Ну вот так. Вот так и будем работать. Ладья Ф1. Я думаю, вообще-то, ферзь на А5 уже, честно говоря, не нужен. Это тот скрипач, который уже не нужен. Слон С1. Так, а если я сначала атакую вот так. А, тут слон на А3 идет. Кстати, толковая идея. Очень толковая идея, то, что слон на А3 идет. Молодец, молодец мой соперник. Так, ну думает, куда уводить ферзя. А уводить, наверное, надо. Так, интересно. Вот задумчивость становится все дольше и дольше. Вообще-то 3 минуты это достаточно серьезно. Ну и просто так, интересно. То есть соперник отказывается бить на проходе. Ну хорошо, это его суверенное право. Так, вот как мне теперь здесь поступать? Ну давайте я просто ферзя буду ходить в какие-то далекие полянки. Хотя тоже вторжение слона на Д6, это, конечно, достаточно неприятная штуковина. Вот я только не знаю, куда ферзя ставить, на Д7 или одно из двух. Кстати, у белых есть простой план сдвоения по вертикали Б, да? И там с пешкой Б7 могут быть определенные проблемы. Ну посмотрим. Посмотрим, что из этого выйдет. Единственное, козы здесь у черных заключаются в том, что они все-таки захватывают довольно много пространства. Сейчас я еще пешку на Ф4, наверное, метну, слона на Ж6 буду отправлять. Так, ну допустим, вот я играю слон на Ж6. Такое плановое действие, да? Плановое действие. Так, конь пошел сюда. Ну скажем, скажем, я захожу. И коня на Ф5 веду, да? Так, ну, наверное, слон Ф5, ну, просто так сыграем, чтобы этот слон не мог участвовать в процессе, в давлении на пешку Е6. Слон Х5. Вообще, есть, знаете, такая безумная идея взять пешку на А5 ферзем. Выглядит довольно странно и чудно, но так. А вот еще есть идея неожиданно отжертвовать качество на Д6. Я не знаю, правильно ли это. Так, ладья Д6, ладья Д6. Но там конь через Ф3 будет скакать. Так, если конь опять, то слон Д6. Ферзь опять, кстати, прямое опровержение где? Ну, ладьи, наверное, возвращаются и будут как-то меня атаковать. Пусть безумная идея, не ругайтесь горяча. Конечно, ход в высшей степени рискованный. Я просто собираюсь остаться каким-то лишним материалом. Ну, на слон Е7 вроде на 1. Могу кушать пока. Но, понятное дело, что здесь есть какие-то свои... А, кстати, вот, может быть, после взятия пешки на А5 я уже имею право отжертвовать одно качество, да? Ну, давайте вот так вот сыграю. Чтоб потом можно было бы спокойно короля ставить на Б7. Да, вот короля ставить... Опа! Короля ставлю на Б7. Так, слон Е7, пока ферзь Е7 есть ход. И, в общем-то, собираюсь на Д6 жертвовать. Так, сюда. Ну, допустим, я готовлю ход Ж4. Ф3. Ну, скажем, ферзь Д7. Слон Д6. Ну, наверное, конь С8. Вот я просто демонстрирую своему сопернику только что... Так. Слон С5. Ну, ферзь С7. Так, покрепче, да? Чтобы ничего не прилетело сюда. Ну, скажем, пока так сыграл. Пока не вижу, как соперник будет здесь пробиваться. У него, кстати, говорят, что со временем не очень хорошо, да? Так, ферзь Д8. Слон Ж4. Ну, давайте идем в атаку. Сюда и А5. Оп. У него, кажется, время упало, да? Время. Ну, вы знаете, очень сложная стратегическая игра. Я хотел на ЖАЖ сыграть с Ж4, но и дальше с Белым Королем поработать. Мне кажется, что на ферзьевом фланге я стоял достаточно прочно.